Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, открываем нашу книгу. Будущих студентов называют абитуриентами, первоклассников – подготовишками. Задача нулевого класса – не только научить детей писать и считать, но и адаптироваться к школе. Павел Щукин – преподаватель истории с 8-летним стажем. Но даже он на урок нулевого класса идет каждый раз, как в первый, с сыном Мишей. Чтобы ребенок социализировался, чтобы он был готов к определенным требованиям, которые в первом классе будут. Чтобы он понимал распорядок урока, чтобы он мог 20-30 минут спокойно посидеть. Наталья Донцова – учитель начальных классов. Подготовительную группу ведет с октября по май. Подготовка идет 8 месяцев. Уроки сокращенные – 30 минут. Есть перемены. Мы занимаемся цифрами, буквами. Здесь очень интересно. Нам учат читать, писать. Эти курсы, я считаю, очень нужны для ребят дошкольного возраста, особенно для тех, кто не посещает детский сад, чтобы пройти предадаптационный период для школы, чтобы получить навыки общения в коллективе, научиться разговаривать, изучить буквы. Ну, как бы вообще просто работать в коллективе командой. Информацию о том, за какой школой закреплен ваш дом, можно узнать на официальных сайтах школы или управления образованием Анапы. Стандартный набор документов, паспорт и заявление родителя, свидетельство о рождении ребенка. Справка из территориального органа или управляющей компании о том, что школьник проживает на закрепленной территории. В прошлом году у нас было зачислено 2963 ребенка. Детей в этом году действительно будет много. И мы думаем, что их будет больше, чем в предыдущем учебном году. Потому что у нас появилось много нового жилья. У нас приезжает много людей из других территорий. Все они приезжают со своими детьми. И все, конечно же, имеют право на обучение. Обучать мы должны всех, независимо от того, где проживает ребенок. На данный момент в Анапе 29 муниципальных школ, в том числе две муниципальные гимназии и два частных учебных заведения. Новшество этого года. Начальная школа на 400 мест откроется в пристройке к 6-й городской школе уже в этом году. Планируется строительство образовательного учреждения на улице Спортивная, 35. Подавать документы для зачисления первоклассников можно с 1 февраля по 1 июля этого года. Вопросы можно задать по телефону горячей линии управления образования 4 66 41. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.